Новости на Абаза ТВ. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Оппозиция и СМИ. Инициаторы круглого стола на эту тему сетут на недостаток внимания прессы. Пресса дает свой ответ. Память о нем будет жить. В день памяти Юрия Воронова, жителя Абхазии, нестыть спитры в его хоккей. До этого дня дошли самые достойные. Курсанты с хокку присягнули на верность Родине. Правительство Абхазии в закрытом режиме без присутствия журналистов рассмотрело и одобрило пять межведомственных российско-абхазских соглашения о медицинском страховании граждан России, проживающих на территории Абхазии, об обеспечении их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики, об объединенной группировке войск и о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. После подписания президентом Раулем Хаджимба они должны поступить на ратификацию в Народное собрание. Начальник экспертного управления президента Абхазии Ираклий Хиндба прокомментировал агентству «Спутник» параметры доходной части, заложенные в проект государственного бюджета Республики на 2016 год. Согласно документу, планируется почти двукратное увеличение собственных бюджетных доходов по сравнению с предыдущими годами. На пресс-конференции 9 сентября Рауль Хаджимба озвучил сумму доходной части республиканского бюджета. Это 9 миллиардов рублей. Чтобы получить параметры доходной части государственного бюджета к доходам республиканского бюджета, надо приплюсовать 2 миллиарда рублей планируемых доходов местных бюджетов. Итого, объем доходной части государственного бюджета Абхазии в 2016 году планируется на уровне 11 миллиардов. Такая цифра получается, если сложить две части госбюджета. Собственные доходы в размере 5,7 миллиардов и поступление из Российской Федерации 5,3 миллиардов рублей. Отметил Хендба. Блок оппозиционных сил Абхазии провел круглый стол на тему оппозиции и СМИ. В нем приняли участие журналисты, политические и общественные деятели страны. Как утверждают инициаторы дискуссии, часть информации в искаженном виде доносится до слушателей. Они опасаются того, что такая политика прессы может создать нездоровую обстановку в обществе. Свою точку зрения на этот счет озвучили и представители некоторых СМИ. Мнение всех сторон выслушала Амелия Асатурян. Самое главное качество журналиста оставаться беспристрастным вне зависимости от внешних факторов. В том, что представители абхазских СМИ все реже и реже берут за основу своей деятельности, это важное правило, их упрекнули представители блока оппозиционных сил страны. Без необходимости, острой, эту проблему мы не стали бы сегодня обсуждать. Я думаю, что все, кто присутствует сегодня здесь, прекрасно понимают значение средств массовых информации не только для деятельности государства в целом, для развития в стране демократических ценностей, но прежде всего, наверное, для деятельности оппозиции, которая является частью политического процесса. Мнения журналистов на этот счет разделились. Однако все остались солидарны в том, что их деятельность прежде всего должна отражать реальное положение дел в стране, но ни в коей мере не должна решать ни государственные, ни оппозиционные проблемы. Объективность жизнь СМИ зависит от того, насколько их руководители готовы работать в соответствии с законом, отметил генеральный директор телекомпании Абаза-ТВ Руслан Хашик. Все зависит от степени готовности руководителей СМИ брать на себя ответственность и поступать, как это гласит закон и как подсказывает двое внутреннее журналистское чутье. Я, будучи в пресс-службе, будучи руководителем АГДРК и независимым, я видел, что иногда руководители больше ссылаются наверх, чем им запрещают. Однако уже образовалась своя статистика, и представители оппозиции утверждают, что в последнее время количество программ и статей, в которых высказывается их видение на ту или иную ситуацию в стране, значительно сократилось. Имеет ли сегодняшняя оппозиция реальный доступ к средствам массовой информации для продуктивной ее деятельности? Журналист занимается тем, что освещает определенное событие. Если оппозиции для осуществления полноценной деятельности необходимо присутствие СМИ, то нужно более инициативно подойти к столь важному вопросу, заметил исполняющий обязанности главного редактора газеты Республика Абхазия Юрий Кураско. А это не наша головная боль. Слышат вас или не слышат. Тем более сейчас. Очень много ресурсов есть. Сегодня в печать выходит лишь одна оппозиционная газета Амцахара с периодичностью раз в месяц. Уважаемые коллеги, нам ничего не нужно, кроме того, чтобы относились объективно к тому, что мы делаем и пытаемся донести до наших граждан. В ходе круглого стола обсуждалась масса вопросов на тему, к чему может привести недостаточно отчетливое отображение в СМИ деятельности оппозиции. Однако о том, что журналисты порой остаются заложниками ситуации, некими посредниками или марионетками в руках тех или иных властных структур, будь то государственные или оппозиционные силы, речь не шла. 20 лет прошло со дня гибели Юрия Воронова. Археолог и кавказовед, исследователь доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии и Сочи, политический и государственный деятель. Деятель нашей страны был предательски убит 11 сентября 1995 года. После войны он был назначен заместителем председателя Совета Министров Республики Абхазия. В 1995 году вице-премьером Юрий Воронов похоронен у стен Абхазского государственного музея в Сухуми. Его именем названа одна из улиц в столице. Сегодня у могилы ученого в центре Сухума собрались представители руководства страны, общественность, школьники. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. А Юрий Воронове помнят и говорят не только его друзья и родные, но и те, кто просто жил с ним в одно время. Единственное, я могу сказать от себя, спасибо, во-первых, Юрию Николаевичу за то, что он был, есть и будет. Неминуемость этого дня настала 20 лет назад, когда на пороге собственной квартиры убили не просто человека, убили интеллектуала, политика, ученого, историка. Руководство страны, коллеги, друзья и ученики третьей средней школы, носящие имя Юрия Воронова, в это утро пришли к его могиле. Большинство людей знали его как политика-историка, одного из лидеров национально-освободительного движения. Но лишь немногим удалось узнать, каково это быть его другом. Я видел человека надежного в любое время, с любыми, даже ради жертвы своими какими-то делами, он мог для друга и для товарища сделать все. Это самые искренние, самые теплые воспоминания о нем остались. И мне больно сегодня, что Абхазия потеряла такого патриота, потому что это был патриот в самом высоком смысле этого слова. Большую информационную борьбу он вел в один из самых тяжелых периодов Абхазской истории Отечественной войны. Более 100 статей и заметок, свыше 50 выступлений на телевидении и радио, как в Абхазии, так и за ее пределами. Есть очень много политиков, и в правительстве России, и в законодательных органах, и на уровне различных общественных организаций. Есть масса людей, которые, в принципе, все прекрасно понимают, понимают, какие ведутся игры, и что то, что сплошь и рядом можно услышать в средствах массовой информации в отношении положительных сторон противостоящих нам грузинских политиков, вот, они понимают, что все это, в общем, ложь, и понимают, что нам нужно помогать, они нам сочувствуют. Накануне 20-й годовщины трагической даты дня смерти Юрия Воронова Общественная палата Абхазии провела встречу с друзьями и коллегами ученого. По словам собравшихся, научное наследие Воронова это по сей день неоценимый вклад в научную и политическую жизнь республики. Я помню его по парламенту, мне казалось, что этот человек знает все, потому что то, что он политически как-то раскладывал все то, что происходило тогда, вот об истоках, и он не замыкался на Абхазской какой-то проблеме нашей, а он это рассматривал в контексте всех тех событий в мировом масштабе. Я вот никогда не забуду, как сзади меня какой-то простой явно крестьянин сказал, лучше бы меня убили, чем вот ему. Представляете, вот насколько люди понимали, нет, просто люди понимали, как этот человек нужен Абхазиям. Надежда Венедиктова познакомилась с Юрием Вороновым на раскопках еще в советское время. Эта встреча до сих пор отчетливо живет в памяти журналиста, ведь многие воспринимали Воронова как грамотного политика, а тогда он распрелся ей, как ученый и археолог. То есть это вот у меня такое очень мощное воспоминание, и вот сейчас, когда я туда езжу, все это вспоминаю, то есть Юрий Николаевич у меня как-то стал духом цебельбы. Надежда Венедиктова предложила собравшимся, а многие из них хорошо знали Юрия Николаевича, издать книгу «Воспоминания други». Через несколько поколений именно такое издание, от самых близких его людей, будет лучшим напоминанием, не только о политике, ученом, историке Воронове, но и о настоящем друге, порядочном и хорошем человеке, каким он действительно был. О судьбах студентов, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии, шла речь на встрече в биографическом салоне в Сухуме, сообщает Абснепресс. Около тысячи студентов АГО освобождали родину от грузинских оккупантов, более ста из них не вернулись с полей сражения, многие были ранены и стали инвалидами. Как отметила директор Центра «Мир без насилия» имени Зурабачба, Дарила Пиле, все эти ребята не считают себя героями и говорят, что лишь делали то, что необходимо, и все. Занятия в главном вузе страны теперь будут начинаться на час раньше, сообщает Абснепресс. Теперь звонок на первую пару будет звенеть в 9 утра. Основная причина изменений – проводимые ремонтные работы. По словам проректора АГУ по учебной части Виктора Маланзе, занятия из корпусов, в которых сейчас ведется ремонт, будут перенесены в уже отремонтированные помещения. Он также отметил, что 9 утра – это норма для рабочего дня. В 10 часов занятия стали начинать после войны, потому что не было транспорта. Сейчас же вуз переходит на обычный режим. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище начался учебный год. 25 курсантов присягнули на верность родине. С этим важным событием защитника в Абхазии поздравил первый заместитель министра обороны республики Беслан Свежба. О том, как проходил отбор курсантов и что им предстоит в ближайшие 4 года, расскажет наш корреспондент Надежда Боровикова. С раннего утра курсанты готовятся к торжественной церемонии принятия присяги. Необходимо еще раз все тщательно отрепетировать, ведь это один из самых важных дней в жизни будущих военных. Данные курсанты, их поступало 55 человек. К курсу молодого бойца были допущены 40, и на сегодняшний день осталось 25 по истечению месяца. Остались самые стойкие, самые сильные ребята. Впереди у них 4 года обучения в нашем военном вузе. Получат по истечению этого срока диплом высшего государственного образца и получат первичное воинское звание лейтенант. И по приказу министра обороны, по распределению отдела кадров, они будут направлены на разные должности в вооруженных силах страны. И вот он, тот самый торжественный момент. В этот знаменательный день поддержать будущих бойцов пришли их родные и близкие. Мама одного из курсантов, Ольга Кархалава, признается, что очень обрадовалась, когда сын сам изъявил желание учиться в единственном высшем военном учебном заведении нашей страны. Да, мой сын сегодня принял присягу, Хашфа Рогер. Для нас это очень такой день знаменательный и счастливый. Он стал защитником своего отечества. Это, конечно, меня радует, что он именно выбрал такой путь. С принятием присяги будущих защитников Абхазии поздравил первый заместитель министра обороны Республики Абхазия Беслан Цвижба. Абхазия Беслан Цвижба По завершении официальной церемонии курсанты принимали поздравления от родственников, делились чувствами об этом торжественном мероприятии с самыми близкими людьми. Боевое чувство, чувство долга, что надо защищать свою родину, что нельзя отступать в любой момент, чтобы стать защитить ее. Еще один шаг сделан для воспитания достойных образованных защитников Абхазии. 25 новобранцев готовы посвятить свою жизнь родине. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Абаза ТВ Один день в Гудаузе провела наша съемочная группа на российской 7-й военной базе, чтобы узнать, как проходят будни разведчиков. В ходе занятий по боевой подготовке бойцы продемонстрировали несколько ситуаций. С захватом здания и вражеского автомобиля продемонстрировали свои навыки по чистке боевого оружия и доказали, что одеваться разведчики могут быстрее, чем сгорит спичка. Репортаж Иланы Казанба. Рота, подъем! Ни секунды впустую. В армии нет времени пробуждаться и думать. Подняться, одеться, убрать кровать и выйти на зарядку. Все это в отряде разведки делают на автопилоте. Ежедневно боевая подготовка, тактическая и специальная. На 7-й российской военной базе в отряде командира Константина Смирнова 15 человек. Сразу после завтрака начинаются занятия. По базе служивые передвигаются на военной технике. Все условия приближены к реальным боевым. Автомобиль бронирован. Задний тент всегда закрыт, несмотря на жару. Едем к первому объекту. По легенде, в здании укрывается противник. В его распоряжении ценные документы. Задача – захват помещения и завладение ценным материалом. Согласно замыслу тактических действий, разведывательная группа совершила поисковое действие в указанном районе и обнаружила полевой лагерь противника. Получила приказ совершить налет с целью захвата пленных или добычи документов, или каких-либо других важных носителей информации. Перед штурмом тщательное, но экстренное планирование хода спецоперации. Времени у военных нет никогда. Первый пункт в списке действий – подрыв. Данный заряд имитирует подрыв и используется для имитационных действий при проведении занятий по тактической подготовке. 15 бойцов рассредоточены по местам. Задействован каждый. Кто-то подрывает, кто-то штурмует, а кто-то отстреливается в засаде. В конце каждого элемента учений командир делает замечания, указывает на недочеты. Не хвалит никогда. Уверен. Хорошо справились – значит выполнили свои обязанности. И не более того. Вы наблюдали, что группа захватила пленного, пленного вывели. Затем уничтожили полностью лагерь противника. Я считаю, что группа с поставленными задачами справилась в полном объеме. Согласно следующей легенде, по лесной тропе едет бронированный КАМАЗ. В нем ценная карта. Задача – остановить автомобиль, взять пленных, завладеть картой. Для воплощения легенды в жизнь нужно немало инвентаря. Помимо боеприпасов в ход идет большое количество имитаций. В целях обучения используется имитация, такая как ИМ-120, сигнальные ракеты, а также холостые боеприпасы. В целях, чтобы военнослужащие были готовы к шумовым эффектам и стрессовым ситуациям. Имитация максимально приближена к реальным боеприпасам. Это начинаешь понимать, когда взрывы оглушают, разлетаются камни и песок, а в радиусе 200 метров срабатывают автомобильные сигнализации. С задачей бойцы справились успешно. Карта у них в руках. Первая половина дня прошла в соответствии с планом. Теперь назад в казарме, но не отдыхать. Главное для солдата – это его оружие. После каждого занятия – разборка, чистка, смазка, сборка. И все, как всегда, за секунды. Седьмая военная база расположилась на огромной территории в районе Бомборы. Здесь за несколько лет вырос фактически городок. Есть все необходимое, в том числе свой охраняемый пляж. К бойцам часто приезжают родственники. Контрактники в большинстве своем живут с семьями. Служить в Абхазии многим нравится, ведь попасть за границу – это мечта каждого призывника. С того момента, как я призвался в армию, я даже представить не могу, что я попаду в Абхазию, на юга. Для меня это была неожиданность, когда пришли к моему взводу в Уфе, я из Башкирии. Пришли и сказали, что я езжу в Абхазию. Согласен ли я? Конечно же, я согласился, так как я не был никогда за границей. По приезду в Абхазию я совсем ожидал, что будет всем все по-другому. Думал, будут кирпичные казармы. Казармы, ну как и везде в России, во всех частях. Для меня тут все новое, и мне все нравится. Ну, служу я уже 4 месяца. В целом, когда я узнал, что попаду в разведку, мне это очень понравилось. Я как-то начал гордиться этим, потому что с самого начала хотел служить в хороших воськах. И тем более, когда узнал, что я буду служить в Абхазии, тоже начал этим гордиться, потому что здесь попал, ну, попал даже за границу. Вижу новые места. Как-то служу я уже 10 месяцев, 11 даже почти. Ну, в Абхазию было, конечно, интересно попасть. Климат здесь интересен. И как бы в теплую сторону было интересно попасть. Война, войну и обед по расписанию. Он у разведчиков в 14.30. От догм советской армии в России плавно ушли. Никакого стандарта. Служащим ежедневно готовят шведский стол с большим ассортиментом блюд и правом выбора. Один час – это время на отдых, которое мало кто использует по назначению. Гораздо интереснее провести его с пользой. И, к примеру, еще раз почистить оружие. Ну, а потом все как всегда. Боевая подготовка и занятия. И только в 22.00 прозвучит долгожданный отбой, чтобы собраться с мыслями. Отдохнуть. И завтра вновь быть готовым защищать Родину. Илана Каза, Моторник Амичко, Абаза ТВ. Криминальная сводка. Сотрудники УКОН МВД совместно с отделом уголовного розыска у жителя села Мачара обнаружили и изъяли огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, а также патроны различного калибра и армейские боеприпасы. Согласно справке ЭКЦ, оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно. Задержанный свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Житель села Мачара водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники милиции по горячим следам задержали похитителя рюкзака из автомобиля жителя Воронежа. Мужчина припарковал свою Тойоту на улице Назадзе в Сухуме. В этот момент и была совершена кража. В рюкзаке находились личные вещи и деньги. В ходе разыскных мероприятий оперативники задержали жителя столицы Анзора Дагаргулия. 1981 года рождения, который сознался в содеянном, часть похищенного у него была изъята. Дагаргулия водворен в ВВС. Дагаргулия водворен в Сухуме. Плановое вакцинирование, а также консультация специалиста. Уже в эти дни начинается диспансеризация и в других городах и районах республики, сообщили нам в руководстве Минздрава страны. В рамках международного фестиваля «Органные вечера» в Пицунде в субботу состоится концерт музыканта из Латвии Айварса Калейса. А в воскресный день станет насыщенным на выступление. В 17 часов зрителей соберут певицы Кристина Эшба и Мартина Деринга. В 20.00 начнется концерт дуэта Айварса Калейса и Эдуарда Аганесяна. Накануне свой талант продемонстрировал органист из Москвы Алексей Семенов. Репортаж наших коллег из Гагры. Вновь под сводами древнего храма звучит божественная органная музыка. В этот вечер играл доцент Московской консерватории, солист Московской государственной филармонии Алексей Семенов. Для своего выступления органист из Москвы выбрал произведение Бахов из Кабальди Рейгера. Хоральные прелюди, интродукции по Сакале, токата и фуга – это все то, что ярко передает средневековую музыку. Тепло и восторженно публика приветствовала Алексея Семенова и после каждого выступления – овации. В этот вечер органисты и зрители поделились своими впечатлениями. Идеальное помещение для органа. И уже слушатели и зрители привыкли к тому, что орган здесь звучит. И кроме того, это византийский храм. О византийском храме Византии орган присутствовал в храме. Поэтому здесь нет нарушения какой-то исторической правде, исторической справедливости. Поэтому, конечно, я за то, чтобы все это осталось, продолжалось и развивалось. Вот мои самые такие лучшие пожелания фестивалю и абхазскому зрителям. Впечатления хорошие, конечно, даже просто. Я в Питсунде второй раз в том году был, но когда первый раз сидел ближе к органу, конечно, было вообще с ног сшибательные ощущения такие, которые… ну, в первый раз. Вот. И вот. То есть мы уезжаем в пятницу. Вот. В пятницу придем еще. Так что все было, все замечательно. Вот. Нравится отдыхать и музыку слушать. В общем, все по полной программе. Все. Спасибо. Фестиваль органной музыки Питсунда 2015 продолжается. И в эти дни можно успеть насладиться музыкой нашего величественного органа. Актуальные вопросы развития аудита в России будут рассмотрены в субботу, 12 сентября, в ходе научно-практической конференции, которую в Сухуме проведет Аудиторская палата России. Как отметил заместитель главы столичной администрации Леон Кварчи, данная тема весьма актуальна для Абхазии, сообщает пресс-служба администрации столицы. В Абхазии впервые проходят соревнования по джип-триалу. ГУМА-2015 собирает гонщиков по бездорожью в селе Шрома. Организатор автосостязаний автоклуба «Яйра» при поддержке сообщества «Джиперы Сочи», Государственного комитета по физической культуре и спорту и Комитета по вопросам молодежи и спорта столичной администрации. Все участники получат памятные грамоты, а экипажи, занявшие призовые места, призы и кубки, завершатся соревнования в субботу. В завершении выпуска о погоде. В субботу в столице Абхазии будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 31, ночью 22 градуса выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абхазия 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 Продолжение следует...